Офигеть, даже на дом выезжают. Биг Мак. Не Биг Мак, заметьте, Биг Мак. Они настоящие или это вас фасуют в подвалах здесь? Наверное, я не знаю. Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкоинен. Вы смотрите мой тревел-блог и правильно делаете. Это третий выпуск из Донецкой Народной Республики. Остальные выпуски вы можете посмотреть, нажав в угол экрана. Сегодня вы узнаете много нового Донецки. Я вам обещаю. И главное, что это не покажут по телевидению и об этом не напишут в прессе. Поехали! Донецкой Народной Республики Друзья, перед вами Донецкая киса. Здравствуй, киса! Да, смотрите. Киса вроде живет в полувоенном положении, но добрые. Материна, что это за аппарат? Это киви? Да, можно киви пополнить. Под 10% всего лишь. А где написано это? Ну вот, киви. О! Можно пополнить что угодно через аппарат с комиссией. Правда, комиссия, да, адская. 11-10%. Мне кажется, это много. Очень много. Ты пробовала переводить? Не, я этим и не пользуюсь. Я пользуюсь обналом. Да, люди в такой будочке сидят, и тебе деньги выдают. Кстати, нам их надо снять. Да, давай сходим. Так, а что нужно, чтобы снять деньги с карточки, с обычной? Перевести в Сбербанк онлайн. А, ты переводишь Сбербанком онлайн людям, которые сидят вот за этим окошком? Да, и они выходят. И тебе сразу же выдают наличку. С какой комиссией? 5% 5% забирают себе. Ну, это меньше, чем в терминале. Ну, да, да. Вот такие вот. Пункты обнала. Если у вас есть Сбербанк онлайн, то вы здесь не останетесь без денег. Выезд на дом, офигеть, даже на дом выезжают. Здравствуйте, вы бродяга. Я из Ростова сам. Вы боеополченцем? Да. Из Ростова, из России. Да. И сейчас бомжуете в Донецке. Ну, да, не могу уехать. Почему? Ну, не до финансов. Так тут же нужны копейки какие-то. Электричка ходит. Практически бесплатная эта граница. Да, ну, какой бесплатный? 50 рублей. Как давно вы здесь бомжуете? С апреля месяца. Вы с апреля месяца, 4 месяца, вы не можете 550 рублей найти? Ну, да. Ну, я не очень понимаю, как это возможно. А ваши бывшие сослуживцы? Если мне поможет. Вы что-то нарушили? Ну, да. Мародерство может? Командиру оторвало ногу, вот заплатили 10 тысяч. Это мужество, кроме них. А почему вы перестали воевать? Ну, потому что все уже перестали. Разрешили. Сколько вам платили? 15 тысяч. 15 тысяч? Ну, я вот серьезно, тут какой-то пробел есть. Вы что-то не договариваете. Смотрите. Вот я вам объясню. Деревья пилять. Плотцы мести. Там полигоны построили. Ну, зачем оно мне надо? То есть вас эксплуатировали как рабочую силу, а не как ополченцев, которые... Да, нет, нет. Запретили все. Стрелять нельзя. Минировать нельзя. Я сам минер. Если буду стрелять 5 лет, это будет. Ну, зачем оно мне? Даю тебе 550 рублей, и ты уезжаешь домой завтра же. Хорошо. Слово солдата. Пожукает 22. 500, держи 500. Держи 50. Едешь домой в Россию? Завтра же в 5 часов и... В 5 утра. Ты знаешь, когда электрички. Хорошо. Давай, счастливо. Счастливо. Ребят, как дороги для гироскутеров здесь? Нормальные, нормальные. Супер. Вы где взяли? Это ваши гироскутеры? Не, не, это там... На мульваре уехали. Аренда? Да, по 150 рублей полчаса. Полчаса, 300 рублей час. Да, да, да. И как далеко на них можно уехать? На Тонбасс-арену можно отсюда уехать. Вы куда едете сейчас? Ну, мы закатаемся. Понедельник, выходной день. А почему гироскутеры не флага ДНР? Это нужно за вопрос с ребятам, которые, кстати, дают в аренду. Непорядок. Непорядок. А вы сейчас там плотно? Да. О, это ведущий, известный в Донецке. О, отлично, отлично. Я Миша. Саня. Очень приятно. Защиту тоже выдают или это твоя? Этот парень, мы вчера первый раз встали на эту штуку, а вот этот парень, Саша, вчера упал, поэтому покажи спину. Расцарапал. А в Донецкую землюшку расцарапал спину, упав с гироскутера. Да, обратимую. Друзья, давайте посмотрим, что продается в супермаркетах ДНР. Пустые там полки или полные. Какой ассортимент продукции. Вот я нашел супермаркет. Семерочка, это как пятерочка, только плюс два. Итак, входим в супермаркет. Как видите, полки здесь ломятся. Посмотрим, что продают. О, стикер сделан в ДНР. Тут даже в ДНР продукты делают. Лапшичка, 22 рубля. Там много всего сделано, судя по этим стикерам. Здесь куча всего производится. А почему вы выбираете макароны, где не написано, сделано в ДНР? Вы не поддерживаете отечественного производителя? Поддерживаю. Давайте тогда вы купите их. Для этих? Нет, вам не нравятся эти? Я не хочу спагетти. Спагетти нужны? Ну, на самом деле, это шутка была. Хорошие спагетти делают в ДНР или нет? Да, хорошие. Хорошие? Да, вот эти вот. Фига, они гигантские. Сколько они стоят? 33 рубля. Яблочки, 66 рублей килограмм. Нектарины, персики, грейпфруты, апельсины, лимоны, груши, виноград. Все есть. Картофан. 17 рублей за килограмм. Опа. И пивчагу тоже делают в ДНР. Интересненько. Белый медведь. И жигули еще делают в ДНР. Да? ДНРовские жигули за 47 рублей. Пол-литра. Литр. 47 рублей литр. Водичка самая разная. Кока-кола. Интересно, из Украины или из России? Из Украины. Представляете? Виготовлены без консервантик. Думаете, впрыскивают что-нибудь? Кола украинская. А пепси? А пепси тоже украинская. И вот эти все напитки тоже точно украинские. А живчик есть, интересно? А живчик есть у вас? Живчик, конечно, есть. Где? Где? Я не вижу его. Живчик. Живчик это просто эталонный такой легендарный украинский напиток. Но я его не вижу, если честно. Нету живчика. Все есть, а живчика нету. Минералочка. Вот это точно уже российское. Все мясо, оно местное? Да, естественно, местное производство. То есть есть фермы хорошие, которые продолжают работать, несмотря ни на что. Пока, да, вот хватает и цыплята, и другого размера. Рыбка. Народная производственная компания. Город Донецк. И рыбка тоже донецкая. Но я предполагаю, что ее пакуют только в Донецке. Потому что где ее здесь выращивать в промышленных масштабах? Креветки из Южной Америки. Еще креветки. Креветки, палочки. Чаи тоже из ДНР. 18 рубля и за упаковочку черного чая с клубникой. Так, остальные чаи самые обычные. Российские. Да. 72 рубля. Гринфилд. О, кексик из ДНР. Чудо-ягода. Как мило. Йогурт. Тоже сделан в ДНР. 40 рублей. Вкусный в ДНР йогурт? Да. Мы делаем так называемые свои авторские фишки. Авторские фишки? Да. Например? Ну, например, маринолога. Рыбы. Рыбы сами здесь делаете, да? Так, это что у нас? Лосось, например. Лосось. 920 рублей за килограмм, да? Да. Овощи 150 рублей за килограмм. Тут целая кухня есть, друзья, посмотрите. Всю выпечку здесь тоже производят самостоятельно. Вот в этой печи делают и хлеб, и булочки всякие, и чего-то только нету. Какая самая вкусная булочка? Вам больше всего какая нравится? Да. Вот эта вот с маком, да? Сколько она стоит? Булочка с маком. 17 рублей стоит. Прекрасная булочка с маком. Колбасы. Куча видов. В том числе и в ДНР сделанная. В общем, друзья, я вот так походил, понаблюдал. И мне кажется, что процентов 10 продуктов сделаны в ДНР из всех наименований, из всех типов. И молочка, и колбасы, и хлеб, и овощи. И даже пивчага есть своя. Все свое. То есть даже если наступит полный апокалипсис, и со всех сторон ДНР прекратит получать помощь, то вполне справится на собственном сырье. Ну и угадайте, в каком отделе самый большой ассортимент местной ДНРовской продукции. Вот, смотрите. Водочка. Почти вся сделана в ДНР. Russian Shot. 50 грамм. И стоят копейки какие-то. 90 рублей за пол-литра. Друзья, товарищи, алкоголики, которые смотрят мои видео, приезжайте в ДНР. Здесь очень дешевый алкоголь. Даже марочки акцизные местные. Надеюсь, что ее можно пить. Так. Катерина, у тебя нет оружия? У меня нет. А что вот это значит? Слушай, я даже не знаю. Солнечные часы. Я не понимаю. Нельзя писать? Нельзя писать на доске? Пойдемте. Банкомат Центрального Республиканского Банка. Банкомат? То есть в ДНР есть карточки какие-то пластиковые? Да, да, да. Центрального Республиканского Банка. Тут просто людям только зарплату могут снимать. Зарплату. Ну и пенсию. Центральный Республиканский Банк. Друзья, в Донецке раньше был Макдональдс. Даже было несколько Макдональдсов. И сейчас его не закрыли, а просто переименовали в Дон Мак. И флаг повесили. Сейчас мы сделаем обзор на Донецкий Биг Мак. Да, отлично. Внутри зал выглядит точно так же, как выглядел 3-4 года назад, когда здесь был еще Макдональдс. Кучу народу. Все сидят и кушают. Что заказала? Чизбургеры и наггетсы. Чизбургеры и наггетсы? Вкусно здесь? Да. Здесь, как в Макдональдсе, раньше было то же самое? Да. Да? А дороже стало или дешевле? Ты не знаешь? Дешевле стало еще? Да ладно. Меню точно такое же, как было тоже 4 года назад. Единственное, немного поменяли название. Здравствуйте. Чизбургер, Биг Мак, Дабл Чиз, Роял Чиз, Картоха. Хэштег занятный написан. Видите? Для каждого он свой. Для Ростова Макдональдс, для Донецка Дон Мак. А я могу добавить в Биг Мак дополнительный кусочек ароматного сыра за 10 рублей. Можно? У меня еще дополнительный в Биг Мак кусочек ароматного сыра. Итак, друзья. Биг Мак. Не Биг Мак, заметьте, Биг Мак. Открываем коробочку. И видим там булк с кунжутом. Сыр. Котлету. Сыр? Отлепись. В общем, кусочек сыра. Котлета. Руки омыло, если что. Не беспокойтесь. Соленые огурцы. Все как по ГОСТу. Стандартный Макдональдс. Соус, капуста. Пахнет так же, да? Да. Я хочу, как в рекламе, сделать это максимально сексуальное. На шестерочку. По вкусу, один в один. Ну, работники Макдональдс сказали, что сырье возится также в большинстве своем из Ростова, из ростовских Макдональдсов. И рассказали еще о своей зарплате. Зарплата работника Макдональдс, которая стоит на кассе за полный рабочий день, составляет 7,5 тысяч рублей в месяц. 7,5 тысяч. Если кто-то из моих зрителей работает в Макдональдсе, скажите, пожалуйста, в комментариях напишите, сколько зарплаты работника Макдональдс на кассе в России у нас, просто чтобы сравнить. Идем в почтамт Донецкой Народной Республики, посмотрим, куда отсюда можно отправить что-нибудь. И что? Здравствуйте. Зарежные сутки запрещены. Здесь нельзя снимать? Конечно, нельзя. Друзья, Донецкий почтамт прекрасен, но вам придется поверить мне на слово, потому что нам категорически запретили там снимать. Зато дали приобрести вот такие вот замечательные марочки. Я думаю, коллекционеры оторвут их с руками просто. На них изображены герои Донецкой Народной Республики. Наклеив эти марки на письмо, то можно отправить по всей Донецкой Народной Республике и даже в Луганскую Народную Республику. Еще письма из Донецкой Народной Республики можно отправлять в Россию, но для этого марки не клеят. Просто собирают письма, отправляют в Ростов и там уже клеят российские марки. По крайней мере, так нам сообщили работники почтамта. Итак, я хочу устроить небольшой розыгрыш. У меня есть открытки, они тоже непростые, они винтажные. Это открытки 1976 года с площадями Ленинграда. И я сейчас возьму эти открытки, которые веют просто лучшим временем Советского Союза, 60-ми, 70-ми годами. Конечно, вы их не помните, но тем не менее. И наклеиваю на них марки Донецкой Народной Республики. Разумеется, в России их как марки не считают, поэтому это исключительно сувенир. Но, тем не менее, далее я наклею на эти открытки обычные российские марки и отправлю их вам. Да-да, друзья, вам я отправлю их. Для того, чтобы получить открыточку с такой замечательной марочкой, вам достаточно разместить этот ролик в вашей социальной сети, в любой ВКонтакте, в Фейсбук, Твиттер. Даже одноклассники, прости господи, размещайте. С хэштегом «Хочу открытку». Друзья, размещайте этот ролик, размещайте хэштег, и через некоторое время, через неделю, наверное, я выберу 8 человек, которым напишу сам и отправлю эти открыточки. Какие сигареты, которые в ДНР производятся? Наверное, все. Здравствуйте. А есть прямо, которые делаются в ДНР? Я не знаю. Не знаете, где что произведено? Не знаю. Я этим не участвую. А может, девушки знают? Девушки? Я не знаю. Вы знаете, какие сигареты в ДНР делаются прям, производятся? Я знаю, какие хочу курить. Какие вы хотите курить? Хочу Ричмонд тоненький красный, или Сенатор тоненький красный. Они есть здесь? Не знаю, здесь нет. Хорошо. Хочу, чтобы были здесь. Девушка, вы приняли к сведению? Конечно. Будут? Будут. Все, отлично. Так, а почему такие дешевые цены? Сигареты из Украины или из России идут? Это наши сигареты. В смысле? У нас украинцы, в России. А что значит наши? Наши ДНРовские? Наверное, да. Ой, правда. Табачные изделия. И герб ДНР, друзья, вам видно? Это герб ДНР. И написано ДНР. Возьму с собой, пожалуй, несколько. Давайте Мальборо. Мальборо. А вот красные. Красные две упаковки. 56 рублей за две упаковки, да? Они настоящие или это вас фасуют в подвалах здесь? Наверное, я не знаю. Наверное, что? Наверное, где-то у нас. А, стоп. Прочитай. Почему здесь на немецком написано? Знаешь, делают в Германии. Ну, я ж их не делала. Делают в Германии и продают в ДНР по 26 рублей. А это, может, гуманитарка от Германии. Гуманитарка от Германии? Сигареты? Ну, кстати, кстати. 56 уже. Друзья, хочу показать вам, как я живу в Донецке. Отель Ромада. Это английская сеть. 4 звезды. Не знаю, сейчас ли она принадлежит английским владельцам или нет. Но все поддерживается в таком порядке, будто принадлежит. Весь персонал идеально выдрессирован просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Частота полная. Повсюду. Обстановка такая же, какая и должна быть. В гостинице 4 звезды. Вход в номера по карточкам. Здесь же, кстати, есть фитнес-центр отличный. Входим в номер. Вуаля. Смотрите, это обычный номер гостиницы в 4 звезды. Дабл. Самый простой. Вода, чай, мини-бар. Пустой, правда. О, футболочку мне постирали сегодня, был в тренажерном зале. Чайник. Все на свете. Абсолютно чистая. Ванная комната. Вода, правда, очень вонючая. Вот, серьезно, очень вонючая вода. Я не знаю, почему так. И все это стоит всего 3000 рублей в день. С отличным завтраком. На завтрак шведский стол, да еще и суши делают они там. Потрясающе вкусные. Но есть и нюансы, связанные с военным временем. Например, окна. Посмотрите. Окна заклеены скотчем. Не знаю, видно ли его на камеру. Но вот здесь вот, крест-накрест. О, а там полыхает что-то. Видели? Возможно, где-то бомбят. Крест-накрест прозрачный скотч. Чтобы при бомбежке окна не вылетели. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Я тем временем доклеил все 8 марок на открытки. И обязательно отправлю их вам. Не забудьте, нужно это видео разместить в своей социальной сети. Добавив хэштег. Хочу открытку. Я через неделю отсмотрю. Выберу 8 человек. Напишу вам. И отправлю открытки, где бы вы ни жили. Вообще в любом месте. Правда, я думаю, что если вы живете в Украине, то вам они могут не дойти. Заодно проверим. Попробуйте, украинцы. Подпишитесь на мой канал обязательно. Поставьте этому видео лайк. Или даже два. Следующий ролик будет тоже из ДНР. На этот раз не из Донецка, а с курортов Донецкой Народной Республики. Да-да, есть и такие. Не удивляйтесь. Увидим мир вместе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok